Добрый день, уважаемые читатели и зрители нашего официального сайта Библиотеки имени Кубанёва. Сегодня речь пойдёт о произведении Нарине Абгарян «Манюня». «Манюня светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй баб, бабушке Манюне и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое тёплое, озорное и полное весёлых приключений детства, которое делает человека счастливым на всю его жизнь. Книга у лауреата премии «Рукопись года». Книга Нарине Абгарян-Манюня – автобиографический роман, как вы могли заметить. В его названии имя подружки Нарине. Вместе они пережили многое. Время детских шалостей, первую любовь, первое путешествие за пределы родного города. Это роман – воспоминания об ушедшем детстве. Книга и для взрослых, и для детей. Прочитав Манюню, дети смогут лучше понять своих родителей, посмотреть на себя их глазами. Взрослые, прочитав книгу, вспомнят, какими они были когда-то, поностальгируют о советской родине и о своём детстве. В романе Манюня – тёплое, озорное, полное приключений детства, советские 80-е, в маленьком городке Берди, в Армении. Жизнь двух девочек-подружек, грозная и добрая бабушка, просто ба, шумные родственники, которые постоянно попадают в нелепые ситуации. Книга может стать лучиком солнца в хмурых буднях взрослого человека, успевшего забыть, что и он когда-то безобразничал, так, что родители, бывало, смотрели в другую сторону, потому что им было стыдно, что у них такой ребёнок. Такими шаустями в романе отличалась и спричка главной героини – Карине. Но надо же побрить плюшевого кота и сломать электробритву, разбить плафон лампы, спустить в унитаз тесто, попробовав протолкнуть его половником так, чтобы тот там застрял. Или же чуть не пристрелить учителя. Если вы думаете, что знаете, на что способны девчонки младшего школьного возраста, которые мне сидятся на месте, то вы ещё ничего не знаете. Но Рине Абгарян пишет красочно. Читатель вместе с героинями переносится туда, на пыльные олочки Берда, или сидит во дворе в тени садового домика, или слушает морской прибой на пляже. А описание жареной курочки, абрикосового джема, пирожков с мясом вызывает аппетит. Книга даёт возможность вновь почувствовать советское детство со всеми его особенностями, детство без интернета, гаджетов и потребительских настроений, с истинной и естественной дружбой народов. Когда мы все были вместе, и ни одному нормальному человеку не было дела, до того грузин ты, русский, еврей, украинец или армянин. И казалось, что так будет всегда, и этой дружбе нет конца и края. Книга Нарине Абгарян искрится добрым юмором, наполненной теплотой, любовью к родине и к людям. Книга Манюни умная, интеллигентная и добрая, написанная прекрасным русским языком. Нарине Абгарян удалось провести через годы и не расплескать по дороге то удивительное состояние детского счастья, которое у неё было. Нарине Абгарян, как мы знаем, современная российская писательница, автор знаменитого цикла Манюни, а также романов, «Понаехавшая», «Люди, которые всегда со мной» и «С неба упали три яблока». Нарине Абгарян родилась в 1971 году в городе Берт, Армении. Окончила Ереванский лингвистический госуниверситет имени Брюсова. В 2003 году переехала в Москву. В начале творческого пути Абгарян завела страницу на платформе «Живой журнал» и выложила автобиографическую повесть о девочке Манюни. Именно там на работу начинающего автора и наткнулась тогда уже известная писательница Ларгаль. Она помогла Абгарян выйти на издательство «Острель», где в 2010 году была опубликована первая книга из цикла «Манюни». В нем от лица 11-летней девочки с юмором рассказывается о смешном и добром детстве в эпоху тотального дефицита в советском городке, о безответственном поведении девочек младшего школьного возраста, об их несчастных родителях, которым достались такие несносные дети, и не только. Кроме заглавной повести в цикл вошли романы «Манюня», «Юбилейба» и прочие треволнения и «Манюни» пишет фантастический роман. Повесть начинается с описания городка в Армении, который расположен в горах и имеет такую достопримечательность, как крепость. В городке Берт, по словам самих жителей, проживают упертые люди, которые даже гордятся этим. Именно здесь живут две семьи – Шац и Абгарянт. Они познакомились благодаря странным обстоятельствам, произошедшим на День Победы в 1979 году. Во время выступления детского хора музыкальной школы «Лавки», на которых стояли хористы, сломались, и два ряда учеников просто свалились в кучу малом. Девочка по имени Нарине, тонкая и высокая, оказалась привально толстенькой Марии. Последняя описывалась от страха и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Вот так и состоялось их знакомство. Девочкам было по восемь лет, они учились в разных школах, и даже в музыкалке посещали разные уроки – Нарине пианино, а Манюни скрипку. Но это не помешало им подружиться на долгие-долгие годы. Главной в их отношениях было знакомство с Ба, бабушкой Манюни, которая только по ее разговорам наводила ужас на Нарине. Девочка должна была прийти на Сматрины, принести альбом о семье, и только потом Ба определяла, насколько близко ее можно было подпускать к внучке. Девчонки побаивались ее, однако постоянно нарывались на неприятности, за что им и попадало. Ба была непресекаемым авторитетом в двух семьях, после знакомства взрослых. Ее старались ненервировать и по возможности соглашаться, причем все, и детвора, и их родители. В книге рассказывается о приключениях девочек, которые постоянно влипали в историю из-за неуемной фантазии и любви к экспериментам. В настоящее время детская литература для детей и о детях активно пополняется новыми произведениями. Современные авторы с каждым романом, повестью или рассказом приносят в мир литературы нечто новое. Но творение – это особое. Оно предназначается для самых искренних, открытых, верящих в чудо, чистых души людей для детей. Писать для детей тяжкий труд. Может быть, именно поэтому произведения детской литературы при всей своей внешней простоте сюжета, героев, характеров наполнены глубоким смыслом и ярко выражены дидактичностью. Определение педагогического потенциала произведения – актуальная проблема современной литературы. Особенно она важна для педагогов и учителей, использующих художественные произведения как источник педагогического знания, так как воздействие на учащихся средствами художественной литературы – один из наиболее эффективных способов реализации принципов гуманизма, культура сообразности и индивидуализации в процессе образования и воспитания. Несомненно, что педагогическим потенциалом обладает каждое художественное произведение, независимо от объема и жанра. Но особо ярко мы можем наблюдать его именно в нашем романе «Нарине Абгарян. Манюни». Нарине Абгарян, которая написала книгу о детстве и взрослении «Проказы и приключения двух девочек» Нарине Абгарян. Это рассказ о том самом детстве, как мы уже сказали, обладает огромным педагогическим потенциалом. Впервые читатель, взявший эту книгу в руки, невероятную доброту и типо ее интонации, погружается и смеется, удивляется, радуется вместе с читателем. Можно по-разному относиться к тому, как написана именно эта книга. Поклонники психологии увидят в ней некий отрицательный подтекст, такой как авторитарная ба, которая не дает никому жизни. Однако я призываю вас, дорогие читатели, в этом романе видеть лишь светлую и теплую сторону наше детство, вспоминать его с улыбкой. Приглашаю вас на выставку, посвященную роману «Нарине Абгарян. Манюня». Ждем вас с удовольствием в нашей библиотеке имени Кубанева. «Нарине Абгарян».